АПК нужны свежие идеи для развития. Необходимо активно генерировать новые направления в сельском хозяйстве. Такую задачу сегодня поставил президент, посещая предприятие Газовик Сипакова в Шкловском районе. Главе государства рассказали о социально-экономическом развитии этого региона и в целом Могилевской области, а также о проведении весеннеполевых работ. Массовый СЕФ уже начался. Закономерно активнее идет он на юге, в Бресской и Гомельской областях. В этом году перед аграриями задача собрать не менее 8,5 миллионов тонн зерна. А вот в восточном регионе только некоторые хозяйства начали подсев трав. Сегодня президента детально проинформировали о результатах работы предприятия Газовик Сипакова. За прошлый год социально-экономические показатели здесь лучшие в Шкловском районе. Занимаются мясомолочные продукции и планируют расширять это направление. Впечатляет и урожайность рапса. На 90% удается обеспечивать хозяйство белком для комбикорма в собственном цеху. А через год-два здесь планируют делать рапсовое масло. В свое время агрономическая служба предприятия проделала большую работу по увеличению посева многолетних трав. Это уже 1400 гектаров. Таких же инноваций и агроэкспериментов глава государства требует во всех сферах АПК. Ведь такие хозяйства в Могилевской области это скорее единицы. Поэтому в целом Александр Лукашенко остался недоволен развитием сельского хозяйства в регионе, который по показателям находится на последних местах. И какой вывод я должен сделать из этого? Целый вице-премьер, ведающий сельским хозяйством, курирует Могилевскую область. Уполномоченный президента. Помощник президента зубы проел на сельском хозяйстве и в Могилевской области. Губернатор самый продвинутый. И вы последнее занимаете место. Наталья Ивановна, неделя сроков внести предложение, ибо пойдете сюда сами работать. Я предупреждал о ситуации здесь, но ситуация не меняется. Мне эти обещания не нужны. Я поняла, Александр Владимирович. Им было сказано, в том числе и Доманевскому, не будет исправлена ситуация в течение года, будем принимать меры. Поэтому неделя срок, вы, Анфимов, здесь были, и будем разбираться и с вице-премьером, и с помощником. Вы посеете, чего бы это ни стоило, и посеете так, как надо. Сеять в этом году не по технологиям, это смерти подобно. Семена высокого качества, протравленные, почва обработана как следует, все должно быть так. Особенно здесь, в Могилевской области. Вам, мужики, надо подумать о серьезной перспективе, о которой я в Барановичах говорил. Да, это северные регионы, здесь, наверное, лазу виноградную не посеешь, импортозамещением заниматься не будешь. Но все равно по импорту мы много чего завозим. Кстати, это обоих их задача, нацелить, что нам надо, чтобы избежать этого импорта. Ну и вам надо шевелиться и думать, а что мы здесь произведем дополнительно. Чем-то надо добавлять в хозяйстве. Чем? Если яблоко сегодня идет вообще на рынке, в России, на юге, на севере, ну так это же элементарно, мы знаем, как это делать. Если там можно производить какую-то ягоду, и это хорошие деньги, надо это. То есть нужна изюминка в каждом хозяйстве. Нельзя по старинке работать. Нельзя. Это беда. В сельском хозяйстве здесь все. Дай бог, чтобы у нас в каждом районе так было. Но нужны новые, новые какие-то направления. Надо генерировать не только идеи, но уже создавать новое направление развития. И где, как в Нюшкловском районе это делать. Сельхозпредприятие «Газовик Сипакова» – это структурное подразделение. Могилев «Облгаз». Но при этом главная организация финансирует только долгосрочные проекты. Заработная плата, топливо, удобрения. На все это деньги идут из собственной выручки. В планах у аграриев через пару лет выйти на полное самофинансирование. В этой связи поручение президента. Еще раз изучить подобный опыт закрепления хозяйств за крупными предприятиями. Александр Лукашенко также ознакомился с готовностью техники к полевым работам, условиями ее хранения и обслуживания на предприятии. Посетил несколько ремонтных цехов и пообщался с механизаторами. «То есть они могут тебе принести запчат какую-то, ты на нее посмотришь и здесь будут делать, да? Металл есть, инструмент есть. Самое главное – это токарь. Это самый большой дефицит. Токарь – это счастье, если есть толпун. В принципе, тебя эти мастерские устраивают, да? Все нормально. В этом месте самая высокая была у тебя запчатка или у тебя, в принципе, да? Здесь постоянно работа у меня, как бы, я же никуда не ездил. То есть, постоянно у тебя месяц-месяц одинаковая запчатка? Да. Ну, только зимой, как бы сказать, чуть меньше, потому что там меньше, как бы сказать. Ну, а летом максимально какая-то? Ну, 700, 700, 600. Ну, скажи мне честно, вот 700 рублей в деревне получаем, можно жить? Ну, если имеешь свое хозяйство, свой огород, ну да. Вот это большая проблема. Люди перестали заниматься своим хозяйством. Ну, тогда раньше затем не удрались, а сейчас… Да. Яблони не хотят во дворе посадить. Вот проблема какая. Я уже не говорю о том, что поросенка держать, а про корову так уж и речи нет. Ну, вот я говорю, что если бы люди зарабатывали сейчас на селе хотя бы 800-850 рублей, а если еще двое работают, то жить можно было бы. Не вопрос. Говорили и в целом о перспективах АПК и заработной плате в отрасли в Шковском регионе. Поставлена задача в ближайшие пару лет достигнуть средней зарплаты на селе в 1000 рублей. Кстати, в Газовик-Сипаково трудится молодая команда, средний возраст 40 лет, а зарплата по прошлому году почти 900 рублей. Удачи! Удача!